приветствую всех ценителей коллекционных карточных игр ну что немножко пофанимся надоели нам топовые деки поэтому поиграем вот такой забавной колодой ранее на канале вы могли видеть мое видео с goblin's deck моно редовской а ее я назвал ragdus goblins это фактически почти та же колода но с добавлением парочки таких замечательных карт особенно вот эта карта хороша я опять же я фактически не тестил эту колоду но за счет того что мы очень быстро разыгрываем карты нам нужен хороший добор и в качестве опять же эксперимента я добавил эту карту которая позволит нам так достаточно нехило дровать опять же повторюсь данная дека фановая скорее всего я фактически не играл вряд ли она вытянет какие-то очень жесткие партии против топовых дек поэтому если у вас вы как бы сильно ограничены в ресурсах то естественно не рекомендую собирать то есть соберите что-то более конкурентоспособны но мы немножко пофанимся ведь магия это не только прям лифту вин вперед к мифику ну партии должны быть интересными иногда хочется отдохнуть ну что приступим игре опять же да ради фана я в этой колоде используют только исключительно гоблинов то есть никаких других существ с другими классами типами я не использую конечно можно было бы немножко по-другому реализовать данную колоду использую в джудит но это уже совсем другая история я такую колоду скорее всего покажу чуть позже хотя в настоящее время я собираю грулов не интересно как они играют я же провел несколько тестовых игр и в общем то они показали себя достаточно неплохо даже против таких суровых колод дека у меня в состоянии сборки в настоящий момент поэтому мне еще нужно шлифовать опять же возможно разные варианты там задам ри добавления так и в урмой нужно тестить разные варианты так что мы как-то очень долго ищем оппонента вот я не знаю вышло такое обновление последние клиента у магии и как-то это уже не первый раз я жду своего противника почти полторы минуты сидим странно может быть конечно что мне не добавлен сайт борт поэтому он отсеивает такие форматы да кстати сейчас добавили сюда более явном виде добавления сайт борда но я быстро набрасывал колоду поэтому даже не заполнил возможно попробовать добавить действительно сайт борт может быть быстрее будет искать оппонентов я не знаю я что-то не верю что это не жаль так сейчас мало людей играет магию всегда обычно за 5 секунд уже вот оппонент тут прям две минуты да вы что ладно пока система ищет оппонента все мы люди всем и программисты как есть шутка вот в общем то поговорим текущими можно поговорить о текущими тагеями мне честно говоря он нравится за исключением колоды на нексусе потому что сказал про нексус игра началась даже не то что она просто сам принцип играет колоды сидеть и смотреть мультики пока человек закручивает комбо ладно на целе река у нас такая рука давайте ей сыграем да опять же описание колоды будет в комментарии интересно 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 да Можем крутануть. Можем выставить гоблина, но я хочу поспать сейчас. Только блатой, и благо, нам есть чем грейдить наших гоблинов в дальнейшем. Хотя можно было крутануть вот это, но я хочу немножко стол насытить, если играем против чистого такого монореда. И если у него... Так, а у него пираты? А, нет. Просто если у него пираты, он может нам быстро стол зачистить с заклом одним. Ну, не подвисай, пожалуйста. Что сегодня за день, так я не знаю. Может, какие-то баги с клиентами у них. Опять же, вот про что я говорил. То есть, мы, в принципе, разыграли почти всю руку. Ну, как бы, в кавычках почти все. Потому что, ну, у нас... Если сейчас хорошо бы, если нам пришла земля, тогда мы сделаем прям щадовое комбо. То есть, мы выведем этого замечательного гоблина. Закрутим Light Up on Stage. И сможем на следующий вход активно юзать ресурсы наши. Ну, он пропускает. Я не думаю, что ему нечем играть. А, ну, вот он опять же, вот он запустил. Ну, ну. Давайте, пока я выведу гоблина этого. Будет ли он юзать сейчас риск-фактор? Или убьет каким-нибудь... С полом мне гоблина? Посмотрим. Чтобы крутить Рогдоссовские карты, ему нужно, что называется, бить мне в лицо. Чем он это может? Он может быть таким же фанатиком, если это стандартный монорет. Фанатиком, шоком, лайтингом. Много вариантов. Ну, что-то у него дела совсем плохи со связью. Странное дело. Нет, я получу в лицо 4 дамаги, даже если там скверс критикс. Хорошо. Дикая толпа у нас гоблинов. Стремно, если у него, конечно... А, но он же не уничтожит пиратов. Все. Тогда выводим. Что он может сделать? Может запулить еще один риск. Давайте считать. Риск фактор это 4 дамаги. У нас остается 8. На это он тратит 3 маны. У него остается еще 2 маны. Даже если там 2 скверс критикс, то он бьет на шестерку. У нас остается 2 жизни. То есть так он нас не убивает. А дровать ему карту мы тоже не хотим давать. Если он сейчас будет закручивать риск фактор, значит, скорее всего, что ничего другого толкового у него нет. А за 2 маны он 8 жизней не снесет никакой. 9, и ты хочешь убить? Интересно. Так, с небольшими подтормаживаниями, но мы сыграли. Забавный очень ивент. Ну вот, таким образом играет данная колода. Такой у нас быстренький обзор. Ну что, сыграем еще разок? Опять же говорю, она фановая. Воспринимайте ее как просто. Если вы хотите отдохнуть от постоянного гринда каким-нибудь чистым моноредом, не знаю, там, какими-нибудь адовыми симиками, тем же Нексусом, бело-синим контролем, то можно пофаниться. Опять же говорю, если у вас много свободных ресурсов, почему нет? Если у вас мало, конечно, собирайте какую-нибудь сильную деку для гринда. Оставлю руку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Проблема монореда это всегда очень быстрый расход ресурсов. Очень быстрый. Поэтому... Ну вот, опять же, почему хороши Light Up in the Stage? Они позволяют нам дровать карты, что для кого-то очень важно. решили нас заставить стенками. С усилками мы их... С усилками, с лавакойлами мы их пройдем. Просто в том, где они... Блин, были ворочив и чуть-чуть подешевле. Ох, вот эту тварь надо быстро убивать, если мне нужен фанатик. А, в принципе, нет, даже не фанатик. Я его сейчас убью. Хотел вывести ворочив, но... Придется выводить... Блин. Вопрос. Хочется гоблина терять. А давайте сейчас... Ну вот, что сделаем. Проатакуем. В любом случае, если он поблочит этим гоблином, мы его... Ну, понятно, будем чем добивать. Если же нет, то... Если он сейчас... Ну, естественно, не будет все пропускать, потому что... Да, даже так. Ну, ладно. Неприятно. Достаточно много урона, но... Ему нельзя давать дровать карту. Просто нельзя. Нет. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но он не убивает. Я все равно... Естественно, приму 4 дамаги в лицо... Чтобы он не дровал карты... И побежали наши варчифы... Бах... Бах... Ну вот, собственно, такая... Не затейливая у нас игра. Опять же, против хорошей, интересной колоды оппонента. Иногда... Стоит играть на безранговых лимитах, потому что... Хоть какой-то фан... Вместо стандартных дек... О! Нексус забанит? Отлично! Надо будет почитать. Было бы очень хорошо, если Нексус... Выведут в бан. Я даже и не знал об этой новости. Ну вот, собственно, такая у нас колода. Если вам понравилось данное видео... Подпишитесь на канал. Оставьте комментарий, если хотите. Поставьте лайк. И не забудьте посетить мою группу ВКонтакте, а также Инстаграм. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока. А с Джудит надо собрать колоду. А Нексус надо банить. Всем добра и мира. Пока.